Отлично! И сейчас я хочу рассказать о четырех самых важных пунктах, которые нужно соблюдать, когда вы строите свое предложение, либо когда вы проектируете вот такую идеологическую историю. Пункт номер один. Вообще, на чем основана реклама может быть для того, чтобы каждый раз не придумывать какие-то странные способы. Все достаточно просто и достаточно системно. И скоро эти системы будут внедрять крупные корпорации, построят просто конвейеры по производству правильного и нужного контента, по производству уже не просто рекламы, а по производству идеологий. И по сути, тогда идеологии не останется. Вы сможете только либо подключаться к каким-то, изобретать новые уже будет очень сложно, потому что к этому подключатся крупные компании, крупные корпорации и заберут себе все лавы. Итак, что должно быть первое? Первое должно быть понимание, как работает мозг. У человека есть некие ограничения, да, некие ограничения физические. С чем они связаны? Связаны они с эволюцией, потому что когда мы проходили в эволюционную цепочку, у нас закладывались в голове некоторые вещи, которые так или иначе действуют на то, как мы работаем, как мы движемся. Ну, к примеру, нам хочется лениться, да, и не хочется работать. Мы испытываем удовольствие от работы только тогда, когда нам интересно. Соответственно, нам нужно заинтересовать себя для того, чтобы двигаться дальше. Ну и другие вещи. Вот есть исследования ученых, ученые проводят исследования, на людях пишут по этому поводу научные работы, и все эти фишки, они описаны уже в документах, они описаны в исследованиях. Наша задача их знать, с ними работать и их использовать для продвижения, для создания рекламы. Итак, первое – это то, какие ограничения у нас есть в мозгу, и на этих ограничениях мы можем придумать какие-то интересные технологии. Второе – это триггеры. Триггеры – это те вещи, которые у нас уже заложены в мозг для того, чтобы облегчить его работу. Мозг достаточно инертный, с мозгом достаточно сложно договориться, потому что он всегда пытается лениться и не делать работу, а идти какими-то простыми способами. Это и социальные доказательства, и авторитеты, и желание отзывы получить, и желание отзывы показать, и нежелание выбирать самостоятельно себе исполнителя. Вот наше святое желание – а посоветуйте мне кого-нибудь, да, кого уже вы, с кем вы работали, уже проверенного исполнителя, с которым я могу поработать. И когда вы советуете, да, естественно, вам не нужно работать, вы просто берете, уже вроде как и тестируем человека. На самом деле это не так. Вот это такая одна из обманок мозга, об этом мы поговорим в следующих сериях, как брать и как правильно работать с отзывами и рекомендациями. Но в целом, когда мы берем рекомендацию, когда мы хотим, чтобы нас кого-то посоветовали, мы на самом деле снимаем с себя ответственность. Это вот один из примеров тех триггеров, на которые мозг попадается. Поэтому второе – это триггеры, социальные доказательства, авторитет и другие, которые у нас есть в голове, и которые нас мотивируют действовать, или которые мотивируют нас бездействовать. Третье – это потребности человека. Существует всеми известная и знаменитая пирамида Маслова, но также есть и другие потребности у человека. То есть каждый хочет классную работу, отдыхать, когда хочется работать, когда хочется, работать с крутыми проектами, с крутыми клиентами, выезжать в жаркие страны, иметь отличную семью, стабильный заработок, достойный и получать удовольствие от творческого процесса. Вот есть около десяти основных принципов, десяти основных потребностей человека. Если эти потребности удовлетворить, то человек, во-первых, будет счастлив, во-вторых, ему будет комфортно работать с вами, либо комфортно покупать вашу продукцию. В общем, три вот эти основные составляющие. Если мы будем использовать эти основы для того, чтобы делать рекламные объявления, для того, чтобы создавать идеологию, для того, чтобы создавать философию, и с этим работать, у нас будет успех. И четвертая позиция, о которой мы поговорим, это, собственно, система, потому что недостаточно знать все эти вещи, недостаточно придумать продукты и делать его хорошо, недостаточно правильно его продвигать. Очень важно для бизнеса, для развития, для того, чтобы не прогнуться под массивом и под натиском крупных корпораций, у которых миллионы долларов тратится на продвижение, на рекламу. Мы можем более хитро и более точно, более локально взаимодействовать с каждым из наших клиентов, с каждой аудиторией. То есть мы делим аудиторию на маленькие части и каждому даем то, что ему хочется услышать, то, что ему нужно, то, что ему важно. Для этого нужно составить систему, стратегию и простроить отдел, который будет генерировать контент, исходя из вот трех предыдущих тем для каждой аудитории. Вот в этом будущее, в этом очень-очень много денег, очень много. Но это мало кто делает. Почему? Потому что очень просто. Ты можешь придумать рекламу замечательную, повесить ее на билборды, ты можешь повесить рекламу на фейсбуке, в ютубе, где угодно, но это будет одна реклама, одно объявление. Для успеха нужно делить на много разных сегментов и делать много разных предложений по вот этим трем категориям, ведущих на один продукт. В этом проблема. Почему? Потому что одному человеку никогда не хватит времени все это сделать. То есть, в итоге, для того, чтобы продвинуть что-то, нужно делать 13, 20, 30, 100 единиц контента для того, чтобы делить это на разные аудитории. И почему я сейчас затрагиваю эту тему? Для того, чтобы вы поняли, что один в поле не воин. Работает именно системность и именно понимание процесса, а дальше должна быть команда. Уже сейчас нужно воспитывать сильных копирайтеров, сильных видеографов, сильных сценаристов, которые будут понимать все то, что мы сейчас обсуждаем, которые будут понимать, как работает мозг, как работают триггеры, как их можно использовать и какие потребности человека. И делить эти все вещи на конкретную аудиторию. Соответственно, нужно еще и аудиторию понимать. Казалось бы, это такая вот сложная вещь, но на самом деле она не сложная. Там всего три уравнения в трех пропорциях, которые нужно комбинировать, как в миксере, в разных составляющих, и тогда все будет получаться. Я могу по себе сказать, что я точно с удовольствием и с большой активностью читаю все материалы, которые мне кажутся интересными. И отдаю себе отчет и понимаю, что они мне интересны, что человек, который их писал, они сделаны специально для меня, закрывающие мою потребность, которая у меня есть. Хочу я выступать научиться, значит, мне интересно по выступлению. Хочу я писать научиться или понять, как работает мозг, мне интересна эта тема. И я буду принимать, воспринимать ту информацию, которую доносят мне люди, если она сделана для меня. То есть я руководитель бизнеса, соответственно, она должна быть написана именно для меня. Если я фрилансер на данный момент, либо только работаю в какой-то компании и хочу выйти на следующий уровень, для меня эта информация в этом формате не подойдет. Но она подойдет для меня в новой упакованной форме. Поэтому в зависимости от того, какие типы есть именно уровни развития человека, нам в том числе нужно будет паковать эту информацию. И если эта тема вам в целом интересна, давайте продолжим такую серию. У меня очень много исследований по этому теме. Не только исследований, но и практического применения. Я постоянно это все применяю, использую. И это работает и в продажах, и в описании, и в разработке каких-то материалов. Я вижу уже результат. Я хочу поделиться этими материалами с вами. Потому что нет никакого секрета. Секрет на самом деле в применении, в использовании и в осознании, в понимании, что это работает. И я хочу, чтобы тех людей, которые добиваются успеха сейчас и в дальнейшем, в будущем было больше. Тогда мы с ними сможем работать, партнериться. Потому что еще раз хочу акцентировать внимание, что один в поле не воин. Для того, чтобы изменить мир, для того, чтобы изменить систему, для того, чтобы изменить взгляды и клиентов, и поставщиков, и дизайнеров на что-то, мы должны только объединяться и действовать вместе. Придумать единую систему, придумать единую технологию, согласовать ее всем дизайнерским или профессиональным сообществом. И вместе двигаться к светлому будущему. Никто, кроме нас, это не сделает. А если сделают, то это, скорее всего, будет сделано ради рекламы. И, скорее всего, это будет сделано для получения денег, для извлечения прибыли. Поэтому давайте объединяться вокруг крупной темы. Пишите, насколько вам эта информация интересна. Продолжать ли и какие вопросы у вас из того, что я сейчас рассказал, может быть, будут интересны для того, чтобы я их раскрыл дальше. Пишите комментарии. Будет обратная связь. Буду продолжать данную теорию и перейдем дальше к практике, для того, чтобы вы смогли применить это в своем бизнесе. На этом сегодня все. С вами был Станислав Орехов. До следующих видео.